Во Владивостоке началась санитарная обработка подъездов. Работы проводятся во всех многоквартирных домах столицы Приморья. Предполагается, что эти меры позволят предупредить распространение коронавирусной инфекции. Управляющая компания принимает решения самостоятельно. Она может это делать своими силами, закупив при этом необходимые материалы и оборудование, и также средства собственной защиты для исполнителей, либо может привлекать сюда специализированную организацию. В многоквартирных домах обрабатываются все контактные поверхности – ручки, лифты, почтовые ящики, перила, стены. Коммунальщики также должны проводить влажную уборку пола в подъездах с применением дезинфицирующих средств. Обработка поверхности ведется периодичностью три раза в день, и дополнительная обработка ведется по требованию, по просьбам жильцов. Дезинфицирующие средства называются ГЕКСАКВАРТ. Это специализированное средство для обработки медицинских учреждений, стоматологических клиник, ну и, соответственно, любых поверхностей. Помимо Владивостока, санитарная обработка многоквартирных домов и прилегающих территорий началась по всему краю, а это больше 62 тысяч подъездов. Если вдруг они не будут это делать, то, естественно, санкции все будут применяться к ним. Мы за этим сейчас очень внимательно будем следить. И мы, и органы местного управления, мы совместно сейчас за этим будем следить очень-очень серьезно. Потому что это как раз идет угроза жизни и здоровья, в первую очередь здоровья жителей. И вот эта санитарная обработка, это как раз позволяет, значит, это мероприятие, которые направлены на недопущение распространения вируса. Кроме подъездов, минимум раз в неделю должны обрабатываться детские площадки и точки утилизации мусора. Добавим региональному оператору, по обращению с отходами поручено усилить контроль за вывозом бытового мусора, в том числе крупногабаритного. Дмитрий Беломеснов, Игорь Болтов. Новости на Восьмом. Доброе утро. Новости на Восьмом. Продолжение следует...